Друзья, добрый вечер. Антон, проверим связь давай еще разок. Раз, два. Друзья, давайте проверим связь по десятибальной шкале, как нас слышно. Всем привет, всем привет. Так, ну все, добро, хорошо, связь нормальная. Так, тут у нас предложение было в начале, чтобы мы поддержали Николая Бондаренко, пожелали мысленно ему скорейшего выздоровления, но не знаю, отравили его, не отравили. Но давайте, друзья, мысленно раз просит, давайте поддержим, направим мысль, чтобы он побыстрее выздоровел. Вообще у нас по четвергам коллективное управление реальностью. Приходите, и там будем коллективной мыслью управлять по макроуровню и на свои частные задачи. Ну что ж, друзья, давайте начинать. Антон в эфире. Давайте поприветствуем живого мужчину, хозяина имени Антон. Антон, тут есть люди, наверное, которые в первый раз, может быть, два слова о себе скажешь. Борис нам вот машет там тоже. Два слова, живой мужчина. Отлично. Ну вот, собственно, Антон и представился. Так, и еще, друзья, давайте готовим вопросы. Вот можете писать в чат, кто хочет, значит, поднимайте руку, дадим слово. Антон, ну, может быть, расскажешь хотя бы немножко вот о последних своих видео по поводу паспорта гражданина РФ, где вот вместо подписи как раз вот, ну, то, что у тебя в последнем видео. Ну и вообще то, что ты посчитаешь нужным. Расскажи что-нибудь интересненькое. Ну, по этому поводу, по этому видео сейчас приходит множество информации, подтверждения, то есть народ мне начинает сбрасывать различные подтверждения, что это все работает. Что вот это вот. И прислали канон, по-моему, 2348, называю это номер, там прям сказано, ну, там сказано не про CFBuy, а про VC, то есть VIA, COACTUS, что-то там под принуждением. То есть даже в канонах это прописано, что все, что делается под принуждением, там вообще в канонах сказано, что документ становится недействительным, ничтожным. Во как. Смотри, просто люди некоторые не видели твоего ролика. Ты в двух словах можешь сказать там, о чем речь была? Ну, мы там час целый разговариваем, а ты хочешь сказать, что я в двух словах написал. Не, ну ты просто... Короче, ясно. Смысл в чем? Все, что происходит с нами, все действия, там, получение паспорта, там, выписывание протокола, любая сделка, она, это все делается всегда с добровольного согласия. Любые действия над нами, системой, совершаются только с нашего согласия добровольного. Как они получают это согласие? А путем запудривания мозгов, во-первых. То есть они нам внушают, что, ну, через телевизор, в основном, через печать, через телевизор, через социум внушают, что, как вам сказать-то, ну, что суды на самом деле вершат правосудие. Что прокуратура у нас самая такая прокурористая прокуратура из всех прокуратур, как говорится, да. Что у нас полицейские ни разу никогда в своей жизни никто из них не нарушал никакие законы. И они действуют только в наше благо. Ну, я на своем опыте убедился в абсолютно обратном. Что каждый из них ежедневно, ежесекундно, чуть ли не нарушает свою клятву, которую они дают. Так вот, чтобы над нами какие-то действия совершать, им по кону вообще мироздания, по кону свободы воли, им необходимо наше добровольное согласие. И они это добровольное согласие путем запудривания мозгов через телевизор внушают нам, что везде нужно расписываться какими-то там закорючками. Хотя даже в законодательстве, в Гражданском кодексе, статья 19 написано, что даже тот же самый гражданин, так называемая фикция юридическая, приобретает свои права и обязанности под своим именем, фамилией, если есть отчество. А словарь там, не помню кого, говорит буквально, что подпись – это собственноручно написанная фамилия. Соответственно, если вы ставите закорючку, вы не берете на себя никакую ответственность. Но они даже вот на эту закорючку вешают все… Они считают, что вот эта закорючка является добровольным согласием. Соответственно, чтобы изничтожить это, в кавычках, добровольное согласие, ставятся определенные буковки впереди и после закорючки. А можно вообще закорючку не ставить? И вот эти буковки буквально означают, что я вот здесь вот… И зачинем эти ладоси по совести, по совести… Что я вот эту вот тут свою закорючку поставил под принуждением. То есть нет на то моей доброй воли. Сейчас я бесшумный режим поставлю. А то мне по 50 звонков в сутки поступает. То есть при получении паспорта гражданин РФ можно в поле, где подпись, зачеркнуть подпись, написать роспись. И вот это С, точка Ф, бай, роспись, А, большое английское, да, и Р, большое английское. Правильно? Ну да. Блин, ну я там целый час рассказываю своим видео. Кому интересно, заходите, просто посмотрите видео. Я там все подробно рассказываю. Кого интересуют прям конкретные детали, что это означает, это буквально по-русски означает «под принуждением, под вашу ответственность». То есть мы с себя снимаем любую ответственность за то, что нас принудили, по сути. Ну нас что-то там, вот сколько меня раз задерживали. Распишитесь. Не хочу. Двух понятых. И они за тебя что-то там рисуют, и протокол идет. И потом тебя сажают в камеру, и все. И это с их стороны считается, что типа ты проявил невежество, то есть ты отказался проводить разборки и решать судьбу своей персоны путем письменного какого-то, ну то есть тебе выставляют буквально письменную оферту в виде векселя, протокола, который имеет все признаки векселя. И если ты на него не реагируешь, ну в принципе вот молчаливое согласие называется. Я начинал с такого способа, то есть я игнорировал все эти протоколы и вообще не расписывался. Говорил, что я не буду, я вас не признаю, я вообще-то даже не прикоснусь. Но как показала практика, это неправильный вариант. Потом я пробовал также вариант ставить роспись, но при этом писать там где-то, пытаться там что-то как-то несогласен написать, там не разъяснены. И в итоге пришли вот к этим буковкам и еще плюс к закрывающим надписям, такие как без оборота на меня по вексельному праву, без ущерба по Единому коммерческому торговому кодексу, без акцепта это, ну это офертные отношения, без регресса. Это вексельное право без оборота на моё имущество. Ну это, по-моему, естественное право вместе с вексельным. Вот такие запрещающие, закрывающие надписи уже со всех сторон просто сыпятся колоссальные подтверждения, причем не только из России, мне со всего мира присылают, ну с разных стран, что такая штука работает. И в разных странах, неважно там какие там полиция или милиция, или еще там кто-то, какая-то служба, и как только пишут вот эти буковки CFY, либо VC, то есть смысл один и тот же, под принуждением, под вашу ответственность. Так сразу все разваливается, и все вот эти погоны, они меняются в лицах, по-другому совершенно относятся. То есть, грубо говоря, если ГИБДДшник остановил, составляет какой-то протокол, что ты там нарушил какие-то якобы правила дорожного движения, то вот так вот нужно подписывать? Нет, я не говорю, что так можно. А подписывать или нет, решайте сами. Андрей спрашивает, а почему английскими буквами, а не русскими? Так а в чем проблема? Пишите по-русски. Ну если вы напишите по-русски, и вот эти, кто вас задержал, увидят, что вы написали, они сразу поймут, что это что-то не то. И могут просто применить физическую силу и выбить из вас нормальную роспись. Логично? А так написал что-то, а что это такое? А ответ на этот вопрос платный. Антон, как ты относишься к госактам? Сейчас вот многие мне пишут про госакты. Что это такое? Ну вот есть такие госакты Советского Союза. Не слышал? А в чем смысл-то? Что с ними происходит? Ну там очень много всего. В двух словах это точно не расскажешь. Ладно. А, во. От меня требуешь, а сам не можешь. Давай. Я думал, что ты что-то скажешь такое. Так, Дания спрашивает, что делать? Ребенку в этом году 14 лет. Как правильно поступить, чтобы не получить новый паспорт с биометрией? А что такое с биометрией сейчас выдают, что ли? Не знаю. Мне сказали, что сейчас вообще все будут получать какие-то новые паспорта. Что вот эти, те, которые есть, паспорта РФ, они утрачивают силу и будут какие-то новые выдавать. Ну, не знаю, насколько точна эта информация. Так, 14 лет. Как правильно поступить? Как правильно решать только вам, вашей семье и вашему ребенку? Я могу только пути нарисовать. А какой путь выбрать, вы должны сами решить. Дело в том, что я, я же говорю, я пришел к этому всему, тестируя каждый из путей. Я пришел к, это, три года назад, вот, к так называемому перекрестку, к камню. У меня не было вариантов. У меня был один вариант, подписывайте, либо не подписывайте. Все. Я и тот, и другой вариант протестировал. Потом я узнал, что можно какие-то запрещающие надписи. Я их тоже протестировал. Потом появилось там множество вот этих надписей запрещающих. И по вексельному, и по тому правилу. По-всякому. И по канонам, и т.д., и т.п. Я и то, и то, и это попробовал, протестировал. Народу сообщил, они мне скинули. И почти все из этого подтвердилось. Главный смысл всех этих надписей, что я запрещаю вам любое взаимодействие со мной без моей воли. Все основано на воле, на доброй воле. Без добровольного согласия ничего не могут сделать. Ну, что здесь можно сделать? Можно вот этот... Есть множество вариантов. Кто-то CFY пишет, кто-то без росписи получает. Кто-то прочерк фиолетовую ручкой ставит. Прямо вот так во всю длину прочерк ставит. Кто-то этот пишет UCC, кто-то без ущерба пишет. Вот говорит, прям пишет без ущерба, и говорит, у меня такая роспись. Но поставить мало. Нужно еще уметь применить, то есть разъяснить в случае чего. Допустим, если перед черной мантией вдруг увидитесь в черной мантии, то нужно сказать, что вот, смотрите, у меня тут без ущерба. Я ни за что не отвечаю по обязательствам этой персоны. Вот тут стоит что-то, роспись со стороны УВД. Вот к нему претензии предъявляйте. А моего добровольного согласия не было. Надь, разговаривайте с персоной, если хотите. Как-то так. А по поводу биометрии не знаю, что делать. Ну, я точно не собираюсь в биометрии ничего получать. Не хочу. Однозначно, да, не соглашаться. Антон, скажите, так можно подписывать жалобы для судов? Ну, и для судов, и вообще все протоколы. Жалобы для судов? Так. Сейчас, секунду, покажу, как я это делаю. Так у меня не жалобы, а как сказать? Где-то сейчас, где-то сейчас. Так, новая информация, значит, с недавних пор я немножко по-другому пишу. Сейчас покажу, как. Секунду, мне надо найти. Так, второй иск. Татьяна вот пишет, что я, когда написал эти буквы, мне сказали, что паспорт стал недействительным. Кто сказал? Ну, вот Татьяна пишет, что вот в паспорте написала вот эти вот S.F. Нет, то, что Татьяна говорит, это я слышал. Кто ей сказал, что паспорт недействительный? Ну, вот Татьяна, ответьте на этот вопрос. Позавчера я разговаривал с женщиной, ну, скажем так, с Московской области. Она вот именно расписалась C.F.B.I., закорючку E.A.R. Я лично проверял вот этот ее документ, по базе МВД он проходит. Она ходила, ну, в видео, наверное, слышали, она ходила к двум нотариусам, и там не могли ей выдасть определенные действия сделать, юридические. Сказали, вас нету в нашей базе данных. Но, как выяснилось, эти данные из МВД к нотариусам кочуют в течение трех суток по регламенту. И, соответственно, вчера она мне позвонила, сказала, что пошла к нотариусу и все сделала. Ей здесь сделала, она совершила по этому паспорту юридически значимое действие. В котором вот эти вот буковки написал? Да. Когда она получается, когда она хочет, когда есть ее воля на это, они обязаны выполнить ее волю. А вот когда она не хочет, она может сразу показать, а там нет моей воли, вот написано в этом. Все четко. Тут Юлия пишет, что я подписала протокол такими значками, и все равно был суд и апелляция, и все проиграло. Надо разбираться, надо смотреть. Пришлите протокол, позвоните мне, надо детали выяснить. Может, неправильное поведение было, может, где-то за какую-то закорючку оставили, не в том месте. Там же не просто протокол. Там протокол задержания, протокол доставления, протокол досмотра, протокол изъятия этих, ну, досмотров, но есть изъятие этих вещей. Потом протокол самоадминистративного дела. Потом объяснение еще берут. Потом еще повестку вручают. Потом еще какие-то подсовывают бумажки с разъяснением всех прав и свобод. Потом еще бумажку извещения на номер телефона со стороны суда. Потом плюс еще какие-то обязательства иногда бывает прийти в полицию. То есть, еще одна повестка. То есть, пакет документов колоссальный. Где конкретно она поставила, а где не поставила. Она пишет, что протокол по масочному режиму был. Объяснение. И везде оставила эти буквы. Ну, это понятно, что административка, то есть административное правонарушение. Вот я как раз про административное правонарушение и рассказываю. Это самый частый случай. Ну, вот она говорит, что все не сработало. Не знаю. У нас срабатывает. Надо смотреть. Я на практике проверяю. Вот если у нее не сработало, ну, пускай мне позвонить. Мы, я не знаю, если она даст добро, запишем аудио или видео, разберем этот случай. Пускай покажет, предоставит копии этих протоколов. Надо посмотреть, что она там написала еще. Нужны конкретные доказательства. Ну, Юля пишет, что пришлет. Добро. Загаре вот пишет, что судов первых двух инстанций не существует. Им все равно, что писать в суде. Они же самозанятые. Через протоколы и штрафы судья делает себе зарплату. Но, в принципе, все сотрудники РФ, они уже давно самозанятые. Сами себе делают зарплату, да. Так, подожди, подожди. Тут вопрос возникал по поводу, как это, роспись ставить для жалоб суды. Что-то такое. Да, да, да. Так, сейчас демонстрацию включу. Как мне включить демонстрацию? Внизу зеленый значок демонстрация. Что-то у меня нет. А, вон, нашел. Видно? Да, видно. Так, сейчас поменьше сделаю. Вот это иск в так называемый суд сургутский городской. Ну, тут показываю, да. Вот моя шапка. Живой мужчина, собственно, с именем собственным Антон по отцу Николаевич в роду Булгаков коренной житель по рождению Антон Николаевич Булгаков в собственности в виде имени Антона Николаевича Булгаков собственник персоны Булгаков Антон Николаевич генеральный распорядитель. Кстати, вот вчера женщине вопрос задал. Там ей предлагали оформить генеральную доверенность и у меня что-то всплыло вот это вот тоже ассоциация с генеральным распорядителем. Меня все это удивляло, почему самая важная должность в любой фирме называется генеральный директор. Не главный директор, не начальник директоров, не председатель директоров, а именно генеральный директор. Почему? И почему доверенность называется генеральный? Не майорской, не секретарской, а именно генеральный. И вот тут есть некое совпадение с понятием «генеральный распорядитель», то есть даются все права на персону, то есть другой человек может управлять данной персоной. Ну, вот как-то так, я думаю, скоро подтверждение прилетит, раз озвучен этот вопрос. Далее, учредитель и бенисарий, ну, бенисарий я уже заменяю на благополучатель, управляющий делами физического лица, известного как в паспорте Булгаков Антон Николаевич Капслоком, почтовый адрес. Сейчас вот здесь добавляю индекс старый советский, это 626-400, он отличается от РФ-овского, тем самым говорю, что присутствует это континентальное право. А в квадратных скобках, это то, что, ну, как бы, здесь этого нету. Получается, РФ-овского, Москового права здесь нет, а есть континентальное право именно территории СССР. Город Сургут, проспект Комсомольский, адрес, e-mail, ну, и дата, точнее, не дата, а время. 2021 февраля, день третий. Если вы увидите слово дата, ну, я вот вижу где-то, я его сразу зачеркиваю, пишу время, и пишу вот таким вот образом. Дальше, иск на 500 тысяч, первый раз мне его завернули, по двум надуманным причинам, вот именно так же расписывался, один в один. Первый, на сайте суда было вывесено сообщение о том, что не было досудебного урегулирования, вот с этой управляшкой, которая мне свет отключала, типа, по этой причине, иск возвращен ИСЦУ. А определение я получил совсем другой формулировкой, что я якобы это, не подписал, типа, отсутствует подпись ИСЦА. Ну, я им вдогонку направил точно такой же иск, только с припиской. Ну, я как бы хитрость сделал, это даже хорошо, что они завернули, потому что я им в следующий раз просто, как говорится, это, как говорит Виктор Богданов, по носу ударил. Потому что, согласно законодательству ИРФ, вот это является подписью. Так, как тут, можно выделить, нет? Пожарнее, ты имеешь в виду? Не, надо квадрат выделить. Вот, фамилия тут написана. Не знаю, как выделить. Ну, понятно, видно. Ну, сейчас попробую. Короче, статья 19, Гражданский кодекс Российской Федерации. Подписью, согласно российскому законодательству, является собственноручно написанная фамилия. Как видимо, она тут присутствует, правильно? Именно на это я и сослался. То есть, я вот такую хитрость сделал, да? Собственно, имя, двоеточие Антон, двоеточие Николаевич, все маленькими буквами и фамилия персоны тоже маленькими буквами. А после живой мужчина, хозяин имени Антон. То есть, согласно вексельному праву, кто ниже, тот и папа. Ну, да, 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 Александр. Ну, чтобы все понимали. Кто ниже, тот и имеет право требования, а кто выше, тот должник. А если на одном уровне, то тот, кто правее. Соответственно, я еще, если вот письменно отправлял, то есть, это вот отправлено в электронном виде. А если я на бумажном носителе, то я еще вот тут правый угол закрываю. Вот, и, соответственно, со второго раза, ну, как со второго раза, сейчас я еще покажу, что я им там написал. Так, что на экране видно? Ну, Булгаков пока обведено. До сих пор, да? Сейчас я это перее... Мне надо вордовский документ показать. Тогда нужно демонстрацию, наверное, закрыть и потом заново открыть. Сейчас видно? А, все есть, да. Значит так, вот, это как бы болванка вордовская. Вот, я то же самое сделал, то же самое напечатал и плюс вот такую приписку сделал. Сейчас я вам, ну, примерно зачитаю. Значит, согласно требованиям там статьи, должны подписываться иски. Так, вот, статья 19 разъясняется, осуществляется под именем, включающим фамилию. Блин, вот это что за рамка? Не знаю, как она у тебя там показала, это самое оказалось. Оранжевая видно, да, ее рамка? Ну, да, видно. Что за рамка? Это у тебя, наверное, в ворде. Не, не, это вот этот, как его, зум? Херню какую-то делать. Вот опять появляется. Так, давайте сделаем вот таким образом. Не нравится мне эта рамка. Во! Значит, вот, Гражданский кодекс, статья 19, включающим фамилию, выделил специально, так, национальные обычаи, там, подпись. Именно во всех, без исключения словарях, русского языка, это вот Виктор Богданов подсказал мне все это, значит, подписью считается собственноручно написанная фамилия. Ну, и специально для многочисленных неучей и неверств, купивших дипломы в юридическом образовании на заднем дворе развалившегося колхоза и скопившихся в органах власти, Дмитрий Николаевич Ушаков в словаре русского языка указал, что подписать заявление означает буквально поставить подпись, написать свои фамилии под документом. Что и было сделано. Все. Вот после этого они приняли иск. Вуаля! Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Дважды подал иск, со второго раза заехала путем применения знаний совместно. Особая благодарность Виктору Богданову. Так, на вопрос ответил? Друзья, у кого какие вопросы еще? Пишите. Давайте еще раз покажу, где он там. Так, Людмила, руку тянет. Слово дадим? Конечно. А то вытянет. Так, Людмила, включил. Говори. Хулиганы какие вытянуты. Погромче, погромче. Хулиганы, говорю, какие вытянуты. Всем доброго времени. Антон, у меня вот такой вопрос. Я когда получаю извещение, ну там написано там судебное и так далее, значит, я беру красную ручку и фигачу красной ручкой. Они, значит, пару раз у меня это все дело приняли. А теперь я когда прихожу, они говорят, нельзя так делать. Я говорю, да с чего? Ну, типа того, что нас ругают. Я говорю, ну это ваши проблемы, решайте. Я говорю, вообще женщина веселая, какими хочу ручками, такими я буду писать. Это я говорю, я хочу так вот это вот. В следующий раз, когда вы придете, будете красной ручкой, типа, потому что заполнять, мы вам не отдадим письмо. Так. В чем вопрос? Да, вопрос такой. Что делать-то, если вздумать не отдавать письмо? Ну, во-первых, надо было их пожалеть, сказать, ай-яй-яй-яй-яй, мне вас так жалко, что вас ругают. Ай-яй-яй-яй. А как ругают? Сильно? Попа не болит? Ну, не знаю, ну как, надо было поприкалываться, ты что, их ругают, а ты это игноришь. Они тебе жалуются, понимаешь? Они тебя жалуются, кому обычно? Начальству и маме с папой. Они тебя за маму с папой и за начальство приняли, а ты их не пожалела. Ну, что это такое? Нет, почему я их пожалела? Я им сказала, в следующий раз, когда вас будут наказывать, приглашайте меня вместе, поплачу. Ну вот, с этого и надо было начинать. Так, и у меня такой еще, вот такой еще... Подожди, я на вопрос не ответил. А, да-да, извини. Подожди, не бежим, надо это... Да-да-да-да-да-дам. Так, сейчас я покажу, покажу. Есть у меня тоже ответ на этот вопрос. Сейчас найду. Где-то, где-то есть. Пока ты, Антон, ищешь, хотела это самое, немножко срезюмировать. Когда ты сказал, что первый раз иск у тебя не приняли, второй раз приняли, ну, потому что там Богданов, ну, в чем, молодец. Вот я сама вот из такого же разряда, как вот вы. Потому что, знаешь, почему приняли? Потому что, в принципе, нашли все слова, которые относятся именно к ним. Там, невежды, неучи, там, дураки, идиоты, что-то такое было написано. Я не понял, что это точно к ним. Поэтому иск вы и приняли. Ну, наверное, ну, у меня не было цели оскорбить их. Нет, это понятно, понятно, конечно. Тем более, что это не мои слова. Я как было написано, так скопировал, так и вставил. Это ключ, понимаешь, это ключ. Ну, ключ-то ключ, ну, видишь, сработал же. Ну, я же говорю, ключ. А если бы он не сработал, ну, я бы это, ну, не знаю. Ну, чем-то другой попробовать, начали бы пробовать, правда же? Да что там пробовать? Там сразу бы жалобы полетели во все инстанции, и плюс, я не знаю, в этот следственный комитет и уголовное дело, потому что, ну, полнейшее препятствие несоблюдение законов Российской Федерации. И в ККС жалобы, и в этот, в Совет Судей, и т.д. и т.п. Потому что, ну, это натуральное нарушение прав. Они даже собственные законы это нарушают. Они понятия не имеют, что даже что такое подпись. Они же закорючку ставят постоянно. Все. Привыкли уже. Ну, если у них образование, у некоторых ветеринарная, там, академия какая-то, ну, в чем говорить? Не, ну, что говорить? Я тоже думал раньше, когда, месяц назад, что подпись, это вот такая закорючка какая-то. А потом вспомнил, а мы же в Советском Союзе действительно фамилии-то писали-то все. Ну, да. Все писали, собственно, ручно фамилию. А потом нас что-то приучили какие-то закорючки ставить, крикозябры. Так, у меня... Так, ты ищешь или... Да, ищу, но что-то не могу найти. Сейчас, подожди. А, я вспомнил, где это. Сейчас, подожди. Ё-моё, ё-моё. Так, 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 15 февраля, где-то Мирсуд, ЖКХ. Где-то здесь. Да, во, нашел. Сейчас. Скажи, а вот под теми видео, которые ты вот выкладываешь, там вот есть то, что ты нам сейчас показываешь? Под теми видео? Ну, да. Ну, вот ты выкладываешь видео, у тебя там очень много документов. Я, ну, смотрю эти документы. Вот сейчас ты показывал, там, где у тебя написано было, там, случай невыполнения вами взятых на себя обязательств, ваши действия были расценены как мошенничественные. Вот это у тебя где-то есть заложено под видео? Документов каких-то нет? Конечно. А всё? Всё, вопросов нет. Значит, мы изучим это всё дело. Так, ты имеешь в виду вот эту последнюю фразу, да? Вот это всё. Да, ну, вот вообще, вот этот документ полностью, да, он есть у тебя? Это иск в Сургутский городской суд по поводу незаконного отключения. Сейчас покажу, где он лежит. Угу. Для всех. Хороший вопрос. Просто это... Сейчас, сейчас, сейчас. Где его? Видно? Сейчас, вот, да. На канале Сургутнадзор недавний. Это понятно. Ну, понятно-понятно. А под каким видео? Видео какое? Ну, вот я и говорю сейчас ещё. Угу. Где-то тут этот, недавно. Во. Бумаги ЖКХ, антитеррор называется. Или каждого в суд под видео. Здесь я даю 4 бумаги. Ну, посмотрите, оно короткое видео. 16 минут. Точнее, там, первые 7 минут. Это вот я говорю про 4 документа. Антон, подожди. Вот бумаги ЖКХ второго какое-то видео назвал? Нет, это двойное название. У меня все видео с двойными названиями. А, все, террор, да, да. Бумаги ЖКХ, антитеррор, или каждого в суд под видео. Ага. Благодарствую. У меня ещё один вопрос. Скажи, пожалуйста. Допустим, я правильно понимаю, что, допустим, если я обратилась в муниципалитет, запросила у них устав города, они мне прислали, допустим, отписку о том, что идите на сайт и скачивайте, что хотите, там делайте. Я правильно понимаю, значит, сейчас вот так для страстки ещё раз им закинуть заявление и параллельно посылать заявление, допустим, в прокуратуру о том, что нарушаются мои права в части стати 140 Уголовного кодекса. Так. Давай начнём с того, что ты у них требуешь. Ты про устав говоришь или про что-то другое? Устав города. Про устав города? Да. Ой, ё-моё, что ж такое-то сейчас? Есть такое-то лекарство на этот случай? Заходим на канал Сургутназор, выбираем плейлисты. Так, и здесь ищем, короче, розыск устава города Сургут. Сейчас найдём. Во, розыск устава города Сургут. Тут сколько? Шесть видео. Тут полный путь расписан. В итоге, вот в этих шесть видео, в итоге, удалось получить четыре варианта устава. В хопе. Да, в хопе. Смотри, интернет-вариант, который куда тебя посылали, да? То же самое, распечатанное немножко по-другому, но сшитое и заверенное каким-то должностным лицом и якобы подписанное главой города. Третий вариант – это якобы оригинал неполный. То есть мне прям оригинал выкатывали для сверения. И четвёртый вариант – это старая версия, печатная, 2015-го, что ли, года, или пятого. Ну, короче, типографское издание устава города Сургут. Вот четыре варианта. Тут описан полный путь, и если у тебя какие-то вопросы возникают, ну, я, правда, этот путь как журналист прошёл. Народ также вот обращался и говорит, ну, не дают устав ни в каком виде, и всё, отправляют в интернет. Я просто написал журналистский затреп от имени журналиста, от имени СМИ, и все образцы тоже приложены к видео. Уветы, результаты, все четыре версии устава, всё там есть. И в итоге сходил туда, мне тоже не хотели ни оригинал выдавать, ни заверять, ничего, ну, в итоге всё выкатили, всё там озвучено, всё на видео есть, всё на аудио есть. Ну, вообще всё классненько, замечательно, благодаря, что… А ещё, ещё один вариант есть, можно ещё пятый найти, пятый находится в налоговой. Вот, я про налоговую знаю, там нужно платить денежку, и они, смотри, а если в налоговой, они ныне действуют, последний, который, да, у них вот действующий. Где? Ну, вот, из налоговой выдадут то, что является якобы, ну, вот, ну, самым новым, свежим, да, вот этим уставом города. Не знаю, как затребуешь, так и выдадут. А как затребовать-то? Ну, как, как, пишешь воле зеления, я хочу получить последний действующий на текущий момент дату вариант со всеми дополнениями, устава, гордость какой-то. Угу, всё, благодарствую. Так, и у меня ещё один вопрос, вот, по тому видео, где-то с женщиной разговаривала по поводу получения паспорта. Сегодня я ехала в машине, прямо это с наушником, всё это, всё слушаю. Единственное, слушаю, Антона слушаю, в наушниках у меня в ухе всегда, еду в машине, наушник всегда, Антона слушаю. Вот, потом это самое, потом приезжаю, прислушиваю, что-то ещё записываю. Ну, потому что, благодарство, Антон, благодарство, то, что ты делаешь, это, это вот, огромное тебе. У меня такой вопрос, вот, значит... Я тебе, подожди, я тебе по секрету скажу, стрижка только начата. Я тебе по секрету отвечу, я так это и поняла. Я так это и поняла. Вот смотри, по поводу формы P1, про которую она говорила. Вот смотри, значит, она сказала так, что подпись в паспорте, я поняла, про этот CFBite, я давно знала об этом, она вот написала. А в P1, она это написала CFBite, вот это AR. Когда? Когда, когда уже пришла получать паспорт... Ну, я так понял, да. То есть, первичное заявление она подала с простой росписью. А когда ей выкатили форму 1P, нате, типа, распишитесь, и мы вам выдадим паспорт. Она написала буквки, да? Она написала CFBite. Ну, всё, значит, не совсем всё ещё потеряно у меня, я так и поняла. Так, ну, всё, благодарствую, пока вопросов нет. Слушай внимательно. Подожди, 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 не отключайся, сейчас это... Где оно, где оно? Да что такое, что, что, зум какой, во, нашёл, во. Так, ты, кто задавал вопрос про суд? Как расписку писать? Был же вопрос? Ну, что-то такое, да, писали. Расписку какую-то? Ну, а об ознакомлении с материалами? Нет? Никто не спрашивал? Нет. Ну, вот, слушай, мне это очень интересно. Почему я искал этот документ тогда? По-моему, был такой вопрос. Короче, вот это дело, это ДСВЖР, управляющая компания, подала иск на персону Булгаков Антона Николаевича. Якобы у неё есть долги, у этой персоны. Вот, дело большое, я его заставил вырасти, там, больше 240 страниц. Ну, и в итоге я ознакомился два раза с материалами дела. Первый раз написал вот это вот, вот до этой линии. А второй раз пришёл, смотрю, они вот порвали, видишь, специально порвали. И потом скотчем заклеили. Ну, я сразу обратил внимание, что они вот порвали вот на этой фразе, без обороты на меня. Ух ты, какие смотри. И сохраняя за собой все права. Вот, линия разрыва. И ровно до того момента, как я расписался. Угу, угу. Ну, ты же так говоришь, что не писал, ты сфотографировал уже, у тебя есть доказательства. Ну, да. Ну, я тоже так делаю всегда. Но они не обратили внимания, что вот здесь дальше есть фраза точно такая же, без обороты на имущество и собственность. И вот ещё, без ущерба. Да, да, да. А ещё я, видишь, волю написал, я хочу, чтобы дело было прекращено и возвращено. Угу. Не знаю, надо зачитывать полностью? Да, зачитай. Так, время 2021 январь, день 20-й, 28-й. С материалами дела ознакомлен частично, не в полном объёме. Дело не скреплено печатью и росписью. Ну, это тут видно, вот, прошито. Но никакой бумажки, ни печати, ни росписи, ничего нет. Угу. Так, ответственного должностного лица отсутствует 14 определений и ответов, уведомлений и доказательств о их отправке. Угу. Ну, то есть я быстренько ещё пролистал, почитал там. Вас не имеют права ограничивать во времени ознакомление. Вы можете там недели сидеть, там две недели сидеть, без разницы. Угу. Так, ну а дальше мысли у меня закончились. Без оборота на меня, без акцепта, сохраняя за собой все права с определением об отказе в удовлетворении, и тут они у меня опять вернулись, да, с определением об отказе в удовлетворении воли заявления о переводе в общий режим из упрощённого «не согласен». То есть они отказали этот… Они же перевели в упрощённый режим, чтобы меня не видеть. Да, 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 да. Типа без присутствия сторон. Я им воле заявления тут же, типа «я не согласен». Они определение вынесли, отклоняем вашу воле заявления. Ну, я им сюда написал, что не согласен. Пускай читает. Ну, наверное, из-за этого и порвали вот эту бумагу, не знаю. Угу. Я сколько раз знакомился с материалами дела, я первый раз вижу, чтобы что-то было в деле, как-то надорвано или порвано. Угу. Не знаю, может злость срывает. Руки затряслись, потому что… Ты смотри, там этот, карандаш не скушай, а то ты вот так… Ты давай не отвлекайся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, 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 не согласен. Нарушено право на защиту, потому что меня только со второго или с третьего раза только ознакомили. Так, ознакомлен только через восемь суток, а это вот с этим определением, а должны были через пять. Так, был ограничен доступ в здание и к материалам дела 26 января, вот о чем я написал, без оборота на имущество. А, в этот же день был составлен акт, трое живых мужчин расписались, без оборота на имущество и собственность, без ущерба. Я хочу, чтобы дело было прекращено и возвращено. А возвращено он куда? А туда, откуда оно пришло. Все понятно. Куда возвращает вещь? Угу. Автомобиль куда возвращает? На завод. Все понятно. К тому, кто его состряпал. Угу. Да, к создателю, к инициатору, к истцу. Все понятно. Дальше, ну, я вот тоже стараюсь, то есть пишу время начала и время конца, ну, вырабатываю привычку, это, точнее, вырабатываю, а тружусь над собой, чтобы у меня была привычка именно писать время. Это очень пригодится, когда протоколы будете писать. Угу. 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 Точнее, это линия прорыва, я не знаю, как ее назвать. Ну, в принципе, то же самое. Так, время с материалами дела ознакомлено не в полном объеме, не хватает многих бумаг, отправленных в последние дни, исходящий номер такие-то, такие-то, я их помню. Отсутствует определение по множеству волеизъявлений и заявлений и объяснений. Был ограничен доступ в здание еще раз 12 февраля и нарушено право на доступ к правосудию и право на защиту. Опять же, был составлен акт. Ну, тут, в принципе, надо было дописать и приложить вообще. Так, отказались знакомиться с материалами дела, без ущерба, без акцепта, без оборота на меня, сохраняя за собой все права, время. И вот тут я что сделал? Написал. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Это я написал, когда? День пятнадцатый. То есть, в тот день, когда они отозвали иск. То есть, все, я уже знал точно, что, ну, дело шито-крыто, как говорится. Дело меня не всем. Ну, и, соответственно, в тот уже, во второй раз, я уже знал, как закрывать правый нижний угол. Я так тоже делаю. Обязательно нужно как-то закрывать правый нижний угол. Желательно вот так вот. Да-да-да-да, я тоже там делаю. Я знаешь, как делаю? Подожди, двойточие, двойточие и имя маленькими буквами. Что ты делаешь? Я пишу индосаммитную надпись, вот, прям с самого начала, там, где у тебя вот указано было, там, что нет договора и так далее. Да-да-да-да-да. Вот, а внизу, внизу пишу время, время. Дальше пишу, какого, ну, время, продолжаю писать вот это число. И в этом, продолжаю строку и закрываю нижний, тут так я пишу через двойточие с маленькой буквы. Там, Людмила двойточие, Диктору на двойточие, он еще. Вот я так закрываю право вот этот угол. Прямо вот, прям вот, да, по кромке, как у тебя написано. Ну, ты знаешь, если бы у меня было много времени и много желания, и еще вот это, как говорится, на меня бы писатель напал, то я бы тут мог и вот на все эти 230 страниц нарисовать трактат целый. Ну, я программист, я говорю, я вот до того, как правозащитой не занялся, я ручку брал только для того, чтобы расписаться, все. Ну, все понятно. Ничего, к каллиграфическому почерку постепенно придешь. Думаешь? Да. Все начинается впервые, когда все шлифуется. Вот дай камень точь, значит. Ладно. Так, Антон, у меня еще такой вопрос. Смотри. Я в налогово обратилась с двумя документами. Запросила ЕГРЮ на мировой суд. И запросила ЕГРЮ на судебных приставах. Они мне прислали бумагу, которую написали. А не можем мы вам тут дать? Вы не указали ИНН. На сайте, я вот, где ЕГРЮ есть, вот налог.ру, значит, я искала, там нет. А там написано, что можно либо по названию запросить, либо по ИНН, либо по адресу. Я указала название, указала адрес, не указала ИНН. А вопрос, как затребовать, или правильно я понимаю, что, потому что нету, нету их. Нет, они же тебе не ответили, что их нету. Они тебе отказали в предоставлении услуги. Да, 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 да. Ну, мои дальнейшие действия, как это? 140-ю статью знаешь? Да, конечно. УК РФ. УК, да, мы что-то договорились. Ну, в прокуратуру и в этот, в Роспотребнадзор. В Роспотребнадзор или в Роском? Ой, не помню точно. По-моему, Роспотребнадзор, он же отвечает за права потребителей. А, да, да, да. Роскомнадзор, он, по-моему, за средствами массовой информации, ну, там, за всякими инстанциями наблюдает. Угу. Контролирует. Все понятно. 140-я. Ну, и как этот, высший пилотаж, можешь это должностное лицо вытащить в суд под видеозапись и допросить. Пойдем со мной, Роспотребнадзор? А? Пойдем, Роспотребнадзор со мной. Так, ну, а в чем проблема? Я вот, когда, я вот, когда смотрю твои видео, знаешь, я прям, прям вот, глядя на тебя, прям, расту. Нет, так удаленное участие, это вполне реально. Вон, посмотрите, этот, сейчас вспомню. Рафаэль Усманов, по-моему. Да, я вот, кстати, позавчера, это вот ты говорил про него, я позавчера открыла и это самое, стала видео смотреть. Слушай, какой он молодец. Вообще чудо. Ну, то, что я прошел, по сравнению с ним, я вообще комарик, понимаешь, потому что он такое пережил, он столько прошел. Он и сейчас это все, там, у него условия такие. И он все равно это, правозащитой занимается. И многим помогает, и удаленно, и по-всячески. Нет, не Ленар Усманов, а Рафаэль. Рафаэль, я про Рафаэль тебе и говорю. Он во Франции, насколько я помню сейчас. Угу. Ленар Усманов, он в этом, в Крыму. А мы говорим про Рафаэля Усманова, он очень мощный правовед, он особенно специализируется на психиатрии и на судах. То есть, он это, это все сам прошел, и очень классно их это. Ну, я на него подписалась. Так, ну, благодарствую. Пока вопросов нет. Антон, спросили, вот последний документ, который ты показывал, у тебя в каком видео есть на твоем канале? Есть ли это вообще в каком-то видео? Который из них? Ну, вот последний, самый последний документ, где красными буквами это все. А, красные, ну, давайте, хотите, сюда выложу. Сюда же можно приложить? Думаю, да. Так, все на конференции, файл. Так, сейчас я только вспомню, где он находится-то. Здесь вот в чате пишут, покажи на экране, как ты расписываешься, вот, ц, э, ф, бай, а, р, потому что тут просто куча вопросов. Сейчас, 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 сейчас. Вы, это, приходите, смотрите, ответы на вопросы в прямом эфире, именно на канале Сургутнадзор. Я там по 5-7 часов вот на такие вопросы отвечаю, мне пишут в тексте, а я им показываю. И протокола, и вот эти все бумаги свои, и решения, и отказы, и возбуждение об уголовном деле. Ну, все-все-все показываю. Просто сейчас вот, ну, по второму, по третьему разу это все делаю. Ну, я, я же это. Это по субботам, по субботам. Ну, да, я же программист, я привык автоматизировать все. Один раз показал, ну, два, ну, три максимум, ну, не 10 же. Не, ну, мы можем приложить к этому видео, это документы, как бы все понятно. Так, 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 сейчас я это, чтобы для ускорения сделать копию. Так, вот, отправил для всех в чате зума. Да, все. Так, вопрос был занадым по поводу CFBuy, да? Да, покажи какой-нибудь документ, где правильно вот это все расписываться. Друзья, скачивайте документ. Ну, опять же, я вот эту штуку показывал в эфире и в видео озвучил это тоже, сейчас покажу. Я помню, на нашем первом вебинаре это было. Так, что видно? Протокол видно? Да, протокол видно. Значит, это протокол от 3 февраля, когда меня пытались оформить по статье 19.13, точнее, не меня, а мою персону, составленную, вот, Булгаков Антон Николаевич, значит, на персону по 19.13. Это заведомо ложный донос, точнее, вызов специализированных служб, конкретно полиции. Так, вот такой вот протокольчик. Я им ничего не стеснялся сообщать какие-либо данных своей этой персоны, как есть. Вот тут они тут пишут. Осуществил заведомо ложный вызов специализированных служб, а именно полиции, сообщил по телефону о том, что произошел два раза тра-та-та. Конкретно не пояснил, но я имел в виду именно статью 205 УК РФ, потому что все признаки отключения электричества соответствуют данной этой статье. Конкретно не пояснил, а также сообщил, что есть угроза жизни, что не соответствовало действительности, чем нарушил нормальный режим работы, деятельности, служб, предназначен для оказания помощи в экстремальных ситуациях. Вот. Вот она, статья прописана, 19.13. Кстати, вот посмотрите, советую канал. Человек живой Игорь. Три слова. Человек живой Игорь. На ютубе, вы сразу не найдете, он рассказывает, почему протоколами все признаки векселя. И вот про эту надпись он рассказывает, что если к обслугам, то это по морскому праву, обязательно должен быть номер, там, индосант, там, я уже не помню, я еще не разбирался в вексельном праве, так хорошо, как он. Но он поясняет, что вот он долго не мог понять, почему именно где в протоколе спрятана сумма, потому что в векселе должна быть указана сумма. И он потом понял, что эта сумма спрятана вот под эти статьи, вот она, статья 19.13, а если открыть, там написано, как штрафка в размере какой суммы предусмотрен, от и до. Вот здесь вот сумма спрятана. А вот где она в паспорте спрятана, мы еще разбираемся. Так, и что я тут нарисовал? Вот я тут читаю внимательно, да? Вот по идее тут надо было, что тут, где тут, слова дата нету? А, вот есть дата слова. Вот надо было зачеркнуть вот это слово. Потому что, согласно канонам, это является согласием. Ну, буквально означает «да», то есть даю согласие. Ну, как видно, что я не зачеркнул, но при этом у меня вот это вот все, заранее говорю, что вот это все развалилось. Почему? Потому что тут идет объяснение, вот они уже пишут, нарушителя. То есть, если ты, видно, тут начинаешь писать что-то, не зачеркнув это слово, то ты сам себя нарушителем признаешь. Ну, и, соответственно, я его зачеркнул, никакой не нарушитель, и персоной не нарушитель. Вот эту галочку, по идее, надо было зачеркать, потому что, ну, это как бы, это, типа, согласие, отметка. Ну, и тоже пишу, не согласен, про нарушение не совершал. Ну, хотел сообщить о преступлении по статье 205 УК РФ, террористический акт, но не успел договорить, пояснить. Проверка по статье 144-145, надо было дописать УК РФ, не проводилась. Умысел не доказан, вину не признаю, без ущерба, сохраняю за собой все права, без акцепта, без обороты на меня, живой мужчина, хозяин меня, тон. Ни подписи, ни росписи. А дальше, вот, подбираемся. Так, видно, нет, я не знаю, вот это мешает? Да, вроде бы, видно все. Так, вот, в правой части подбираемся. Тут они что-то пишут, пишут, пишут. А, ну, тут я потребовал, чтобы дописали, что к протоколу прилагается объяснение персоной Булгаков Антона Николаевича на одной странице. Можно на отдельном листе, можно и до самим там нарисовать, что хотите. Но обязательно вы это вот здесь вот прописать. Он не хотел это все прописывать. Вот, подбираемся к самому главному. Вот тут, смотрите, нам что-то 51 статья, то да сё. А самое главное, вот здесь вот запрятали, не предупрежден. То есть, многие проглядывают вот это, и я пишу, не разъяснили. Казалось бы, да, предупрежден, и ставишь это, загогулину свою. А на самом деле, тут вот, права и обязанности предусмотрены такими-то статьями, кодекс административный, там, 51 статья Конституции, ля-ля-ля-ля-ля, потом что-то какие-то прочерки, то да сё, а потом, хоп, предупрежден. И, соответственно, тут вот надо вчитываться, и прямо вот я пишу, не разъяснили. Всё, права не разъяснили. И вот она, CFY-AR. Ни подписи, ни росписи. То есть, можно и в паспорте так же, да? Ну, если я в протоколе так написал. Вот, Игорь, вы это, Сергей, это вопрос из-за разряда того, это. Вот мне многие пишут, и первое, что они пишут, они спрашивают, а можно вопрос задать? И ставят вопросительный знак. Я говорю, так ты уже задал вопрос. Вот это из разряда того же. А я могу дышать? Ну, ты же дышишь. Если есть ручка, если у тебя рука движется, и ты способен держать руку, то ты способен написать что угодно и где угодно. Логично? Откуда ограничение в голове взялось? Нет, я просто помню, что ты раньше зачеркивал там подпись, писал роспись. Вот, видишь, подпись, видишь? Да, да, вижу. Зачеркнуто. Я подпись зачеркнул, а роспись не написал. То есть тут нет ни росписи, ни подписи моей. А вот, вот этот вот, который составил протокол, должностное лицо, он и закорючку поставил, и фамилию, собственно, наручно написал. То есть, согласно ГК 19 РФ, взял всю ответственность на себя. Выступил гарантом по Векселю. Ну, естественно, это все мог кто-то перехватить вот здесь справа, поэтому я сделал это следующим образом. Закрыл. На вопрос ответил? Да. А, самое главное. Вот, как бы, ну, довольно-таки серьезная статья 19.13. Это не 19.3, нет, как там, невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. Это именно 19.13, то есть заведомо ложный вызов специализированных служб. И я получил отказ... А, сначала эти материалы ушли в так называемый мировой суд. Они их там месяц крутили, не могли никак решения принять. Во-первых, они до самого суда добирались где-то недели-две. Потом я выяснил, что задним числом, что они оказываются уже там. И мне сказали, ждите, скоро это, типа, черная мантия примет решение. Черная мантия та самая, это король Елена Петровна. Вот. Но она так решение не приняла. И я так понял, они отправили обратно в полицию. Вот этот материал. А полиция вынесла решение отказать в это, прекратить административное дело ввиду отсутствия состава правонарушения. То есть все. И тут же следом получаю отказ в возбуждении уголовного дела по статьям 207. Заведомо ложное сообщение о террористическом акте и за заведомо ложный донос, это 306-я УК РФ. Отказ тоже. Суд отказался. Административку прекратили. И по уголовке отказ. Отлично. Волшебные буковки, друзья, запоминаем. Так, Галина Данилова просит слово. Тут еще был вопрос рассказать подробнее про индосамитную надпись, по-моему. Ну, в индосамитной надписи я плохо разбираюсь. Это, вы знаете, это вот на обратной... Что такое индосамитная надпись? Это на обратной стороне пишется целый трактат. Причем в двух языках. На английском и на русском. Принимаю за ценность. Ну, я по-русски говорю. Принимаю за ценность. Что-то там на персону такую-то перевожу на того-то. И что-то там еще четвертый, не помню. Это, ну, такая серьезная вещь. И я ее просто не применяю. Если я и добираюсь до обратной стороны, то я просто ставлю крест-накрест и правый нижний угол закрываю. Пока так. Со временем разберусь и с индосамитом. И буду разъяснять, и рассказываю всем, как это делается. А самое главное, протестирую. На ютубе пишут, протокол делится на две стороны. Публичная, лицевая и оборотная, преступная. Так же, как и решение суда. Но это не вопрос это. А с чего преступная? Что там, какое преступление? Обычно там пишут эти статьи административные, ну, того кодекса, к которому относится протокол. Так. Вопрос на ютубе тоже, значит, Олег Гарпанов. А в чем разница волеизъявления и требования? Почему в одном случае якобы раб, а в другом случае человек? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще раз поясняю. Просьба. Это образ вот так вот нищий сидит на паперте и просит что-то. Проходящий мимо может положить что-то, а может не положить. Всем знакомо, да? Самый, самый, этот, знакомый образ. То есть, просьба это, ну, дайте, ну, не дадите, ну, ладно. Ну, то есть, даже молча вообще. Вот это просьба. А что такое требование? Требование это настоятельная просьба. Это вот так, бежит за каждым, и каждого отдергивает и говорит, дай, 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 дай денежку, дай денежку. Вот это требование. Но опять же, настоятельная просьба, которые могут, любая просьба может быть отклонена без объяснения причин, без пояснения, без мотивировки. Поэтому и шлют всякие отписки на всякие просьбы и требования. Что такое заявление? Заявление, почитайте, закон 59 ФСС, основные понятия, по-моему, статья 4, там про заявление, мы, по-моему, в прошлом эфире это все разбирали, там сказано, что это тоже просьба, заявление, это просьба. Плюс есть скрытый смысл, то есть заявью. Мы живем в явном мире, а заявление, это заявью, что-то там. А как это написано? Плюс, плюс там что-то, просьба о соблюдении гражданских прав и свобод, что-то такое. То есть гражданские права и свободы могут быть отклонены без требования соблюсти через заявление, может быть, отклонено без объяснения причин. А что такое воля и заявление? Это воля изъяви, проявление своей воли. Если человек верующий, и он давно всем сказал, и сам в это верит, что между ним и Творцом нет посредников, то он, по сути, является сыном Божьим. И его воля неприкосновенна, потому что она дана Творцом. И только Творец своим может право как-то, даже не нарушить, а как сказать, с учетом воли человека что-то сделать. Поэтому воля изъявления, даже это в канонах прописано, что волю никто не имеет права, не вправе нарушать. Если нарушить, будет отвечать перед Творцом. Поэтому нужно проявлять свою волю. А как вы её будете проявлять? Это ваше дело. Можете, кто-то пишет там выражение воли, кто-то пишет проявление воли, кто-то пишет воле изъявления, кто-то пишет «Я хочу», кто-то пишет «Вам необходимо», кто-то пишет «У меня есть желание, чтобы было то-то, то-то сделано». И т.д. и т.п. То есть вот это и есть проявление воли. «Я хочу, чтобы было вот так». Ответил на вопрос? То есть вместо встречного искового заявления в суд мы можем просто писать «Воля изъявления». Я так пишу. Я знаю, как хитро делаю. Я пишу «Воля изъявления», они же «Исковое заявление». Или пишу «Воля изъявления с исковым заявлением». Отлично. Друзья, кто не нашел файл от Антона, значит, я видео сделаю ссылочкой. А то скачать не можете, кто-то не видит вообще. Так, друзья, есть ли еще вопросы? Давайте пишем вопросы. А как и где можно получить паспорт с СССР? Образец заявления, где можно получить? Образец заявления или паспорт? Гражданином СССР я являюсь по рождению и свой первый паспорт я получил в паспортном столе МВД нашего города. Где можно получить паспорт СССР? Ну, насколько я знаю, нигде. Нет, можно. Где? Есть видео, человек в Москве получил обратно свой паспорт СССР и требовал из ОМВД. Они ему там всячески отказывали, отказывали, что он, типа, уничтожен и т.д. и т.п. Он говорит, где акты об уничтожении. Соответственно, нет, он там жаловался, жаловался, обжаловал. Короче, в итоге они ему выдали, вернули обратно. Круто, если вернули. Потому что, насколько я знаю, что все, кто сейчас якобы делает новые паспорта СССР, они все незаконны. Никакую, ну, в общем, все это фигня, подделка. Я не вижу в них смысла. Такая-такая же бумага, как и паспорт РФ. Так, значит, когда хочешь познакомиться с материалами дела у судьи, писать волеизъявления? Вопрос. Ну, я так пишу. А если первый паспорт был у РФ, могу ли я получить как-то паспорт с СССР? Так, давайте вам покажу, чтобы это чтобы было наглядно. Вот, вы спрашиваете, да, как писать. Где? Вот. сейчас. Видно? Угу. Ой, это не то что-то. Это исковое? А где у меня? А, не то включил. Сейчас. видно? Видно? Угу. Вот, одно из последних 2021 март, день 11-й. 12 дней назад написано. Ну, все, то же самое пишу. Воляизъявления. Угу. А еще я хочу пройти в здание мимо рамки стационарного металлодетектора. Волю свою закладываю. И мне удалось пройти мимо. Ну, вот, вторую волю они не исполнили. Я им говорил, я хочу пройти без маски. Мало того, что я письменно это все им пишу, я им еще и на словах все озвучу. Первую волю они исполнили, а вторую нет. Нарушили. Будут отвечать перед Творцом. Я в это верю. Однозначно. Я в это много раз, как говорится, убеждался. Ну, а дальше это приписки всякого рода. Любые требования сотрудников ФССП не основаны на законе. Есть навязывание их воли, нарушение моей воли, принуждение к сделке. Вся ответственность за время моему физическому и моральному здоровью полностью возлагается на сотрудников ФССП и сотрудников Сургутского городского суда. Угу. Вот я их конкретно предупредил. Вся ответственность на вас. И письменно, и когда меня там заставляют оденьте маску. Ну, я шарф свой натягиваю и говорю под принуждением под вашу ответственность. Вот здесь то же самое написано. Угу. А нужно ли возвращать паспорт с СССР? Можно ли или нужно ли? Нужно ли? Ну, я не знаю. Пока не знаю ответ на этот вопрос. Пока не вижу смысла. Друзья, какие еще вопросы? Пишите в чат. Ну, вообще, смысл есть, но я бы, конечно, вернул, если было время. Просто нету времени на это. кому еще слово дать? Почему? Да, вот, вот, вопросы пошли. Мы отправили структуру волеизъявления на самые индификации, но они нам отправили отписки еще от физлица. Не хотят нас признавать. От паспортов не избавлялись, придется избавиться. Так, а в чем вопрос? Вопроса нету. Так, вопрос. Почтмейстера включали на практике и что думаете? Нашел инфу, что можно решение закрыть через почтмейстера. Ну, я тоже об этом слышал. А где видео? Есть, понимаете, я сколько говорю, есть короткое видео, как он оживился через почтмейстера. Сходил на почту, сам себе письмо отправил, там какие-то марки наклеил, загасил их как-то правильно, там отпечаток пальца поставил и все остальное. Вот, смотрите, я там типа, все, у меня индификационный номер есть, я его, на его основе сделал себе афидевит, но это уже отдельное видео. И вот два отдельных видео, потом есть видео, как пришло какое-то решение, он его там тоже что-то как-то загасил, отправил, а дальше все, ничего нету. И самое главное, полный путь никто никогда не показывает. И никто никогда полную инструкцию не дает. А я вот к этому как подхожу. Если нету, если я вижу, что пути, вот этот путь разорван на отдельные кусочки, нету полной картины. Ну, если у меня появится время, я разберусь в этом вопросе и сделаю полную картину и сниму полностью видео путь от и до и со всеми вариантами. И выдам инструкцию и с образцами и со всеми фото и видео и все выдам. Но почему-то никто этого не делает. Все меня, что ли, ждут или что, когда я освобожусь? Файл этого волеизъявления, но Антон же показывал в каком видео. Друзья, пересмотрите. Так, паспорт СССР получили, вернули испорченные с вырезанной фотографии. Так, продублируйте буквы волшебные из протокола, пожалуйста. Друзья, еще раз посмотрите видео. Я приложу в принципе картинка, у меня есть картинка, какие эти буквы все это сделаю. Ссылку на последнее видео, там уже больше 9 тысяч просмотров за сутки. Видео это, как говорится, выстрелило и многие его уже посмотрели. Можешь в чат скинуть сейчас. Ну, давай. Вот, Юля пишет, по 26-е, первое, я в суд отправил оферту. В МВД все письма обратно отправляла персона снята с регистрацией, в итоге дело закрыли за отсутствием состава преступления. Ну, здорово, Юля. Так, друзья, ссылочка на видео. Здорово-то, здорово, но неплохо было бы заснять видео на эту тему. Да. Хотя бы на телефон вот так, направить на себя, заснять видео, рассказать, показать бумаги или мне на почту выслать. И вот это видео, если не умеете монтировать, хотя бы мне вышлите, я за вас смонтирую. Ну, надо же показывать, что вы толку вот это написали, это пшик, это в никуда. Кто поверит вот этим, то, что написано? Может, это тролль какой-то? Ну, я утрирую, конечно, без обид, но смысл такой, что пока вы это все не покажете, это ни о чем. Так, вот ссылочка какая-то вот. А вот Юля, Юля скинула ссылку на свой пост. Развалил судебное дело по масочному режиму. Ну, отлично. О, молодец! Вот это дело. Друзья, есть еще вопросы или нет? Если нет, будем заканчивать тогда. Так, ну, Антон, вопросов нету. Давайте тогда сегодня закончим. В принципе, уже почти полтора часа в эфире. Ну, Юля, я хочу Юле сказать молодец, я сделал репост в Сургутнадзоре. Благодарствую за проделанный труд. Вот это дело. Так, друзья, ссылочку скину на свой контакт. Если у кого так, можем созвониться, расскажу подробнее. Да, хорошо, Юля. Друзья, скидываю ссылочку на свой профиль ВКонтакте. Если есть у кого вопросы уже к Антону, допустим, ко мне, пишите, пишите. Скину ссылку на канал Антона, это будет видео и ВКонтакте тоже. Ну, что, друзья, будем заканчивать тогда. Благодарим вас, что были с нами. Много полезной информации. Самое главное, применяйте, действуйте. Так, тут еще Полина пишет, говорят, нужно писать, что их ждет статья за порчу паспорта. Как давно получили паспорт, но это вопрос. Так, не к нам, а кто получил паспорт. Хорошо, друзья, ну все, Антон, благодарим. Благодарствую. Всего, всего доброго. Всем пока-пока. На этой неделе у нас еще впереди три вебинара. Смотрите рассылки, следите за новостями. Все, всем пока-пока. Поехали. 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 Продолжение следует...